В Подмосковье появится 10 современных комплексов по переработке отходов. Строить заводы будут там, где есть действующие полигоны. А уже сейчас повсеместно началась рекультивация старых свалок. И там применяются самые передовые технологии. Разрабатывать трехступенчатую программу стали сразу же после закрытия полигона в Кучино. Ориентировались на опыт Западной Европы. Какие именно этапы запланированы и что уже сделано в Кучино, смотрите в следующем материале. Чтобы реализовать такой затратный проект, было решено обратиться к европейскому опыту. Рекультивацию Кучино доверили австрийской компании «Экоком», которая в свое время успела поработать на берлинских полигонах. Процесс рекультивации полигона можно условно разделить на три основных части. Первая – выравнивание рельефа и террасирование склонов. Если этого не сделать, на полигоне будут происходить обвалы. Вторая часть – дегазация. Сюда входит покрытие поверхности слоем непроницаемых материалов, монтаж сети из труб внутри тела полигона, а также установка системы сбора и утилизации свалочного газа. И третья часть – сбор фильтрата. Все эти работы уже проведены в Кучино. Первым делом инженерам пришлось решать проблему запаха. Было пробурено 55 скважин. Значит, связаны они между собой газопроводами, которые завязывались на газосборные станции, и потом по магистралям были связаны с газокомпрессорной установкой. Так газ со всего Кучино собирается в трубы. По ним идет на компрессор, а оттуда – на высокотемпературный факел для сжигания. На кадрах квадрокоптера видно – тело полигона в Кучино еще не полностью покрыто защитными шторами. Более того, это покрытие временное. Дело в том, что сюда еще предстоит завести дополнительный грунт и сформировать устойчивые пологие склоны. Мы сейчас будем на каждом секторе по очереди снимать частично эти пленки, эти шторы и начинать земельными работами, ополаживанием. После формирования склонов всю свалку накроют геосинтетическим материалом, который не выпустит газ из полигона. Гарантийный срок эксплуатации таких материалов, такого экрана, не менее 50 лет. Эти материалы абсолютно инертны к всей органической среде, практически всем кислотам и щелочам. Поэтому старения этого материала не происходит. Пока сверху Кучино покрывают пленками и землей, у подножия ведутся совсем другие работы. Здесь бурят колодцы и устанавливают насосы. Вы сейчас наблюдаете КЛД-2. Это колодец кучевого дренажа для сбора фильтратов. Всего таких колодцев будет 6 вокруг полигона. Глубина каждого – 15 метров. Это буровая установка ЛБ-130, которая способна пробурить скважины диаметром 90 на длине 130 метров. В проекте у нас скважины каждая 70 метров, в каждом колодце их 5. То есть суммарно мы имеем 350 метров на один колодец. Так под телом полигона проложат похожую на паутину сеть труб, в которых станет собираться фильтрат. Его будут качать насосами и переправлять на очистные сооружения. Их построят здесь же, рядом с полигоном. Учитывая, что мусор на полигон Кучино завозили более 50 лет, нужно время, чтобы справиться с последствиями. Сроки полного окончания всех работ по рекультивации здесь до 12 декабря 2019 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова